Разберем такой термин, такое понятие в NFT, как paper hands или же бумажные руки. Если объяснять это простым языком, представьте, что у вас бумажные руки, например, вам дают стакан с водой. Вы же его уроните. И здесь имеется в виду, что paper hands это называют людей, которые не способны держать какой-то актив. В данном случае рассмотрим это на примере NFT. И, скажем, купили они за 0,1 эфир, какую-то NFT, потом продали ее за 0,12 эфира, либо там еще даже дешевле, чем покупали. И, собственно, с этого практически ничего не заработали. То есть paper hands – люди, которые не могут удержаться и не продать. Это слабые руки. Есть такой сайт paperhands.gg, ссылку я на него оставлю. Он показывает, какое количество вы сейчас потеряли, когда продали свою NFT, ну и сколько могли выручить. То есть у меня, например, на одном адресе в BioPills таблетку я продал за 0,069 эфира. А сейчас цена на нее составляет, причем floor price минимальная, 0,27 эфира, либо же 1164 доллара. И я потерял 289% с продажи, лишь 0,2 эфира, 862, 0,069 долларов. Ну и тут показано в сумме, сколько я потерял. Там, видимо, не учитываются какие-то мелкие продажи, а берется вот именно самая большая. А в среднем, то есть 0,27, либо же 1147 долларов. Ну я продал всего лишь одну таблетку. Их у меня еще есть несколько, поэтому нормально. Здесь я не скажу, что особо потерял. Но давайте еще обратимся к твиттеру. Лупифай, почти 100 подписчиков, в общем инвестор в NFT, энтузиаст джипегов и нефтишек. Вот у него тут ситуация намного хуже. Он продал Bort API Club за 0,143, всего лишь 512 долларов. Вот текущая цена, floor price, составляет 30 эфира, либо же 116 тысяч долларов. Это более 7 миллионов рублей, такие внушительные суммы. Ну и всего. Тоже это вообще очень страшно. Общая составляет потери 1184 эфира. А на текущий момент это 4 миллиона 568 тысяч долларов. Ну еще потому что курс эфира вырос и продолжает расти. Ну а если в рублях, это вообще огромнейшая сумма, треть миллиарда рублей получается. И он здесь даже пишет, что я ненавижу того, кто сделал, создал этот сайт. То есть это, ну фома у людей просто страшная здесь. Фома это когда ты как раз жалеешь о потерянной какой-то прибыли. То есть там продал что-то раньше или наоборот не продал, держал, а NFT это опустил с ценен. То есть тут разные ситуации. Но обычно это когда именно ты продал что-то, допустим, вот этого Bortopia Club обезьяну за 500 долларов. А сейчас она составляет 116 долларов, 1000 долларов. Выходит это сколько в 200 раз, что ли, 200 с лишним раз, в общем, цена повысилась на этих обезьянок. Ну и вот еще один другой пример. Фолловер тоже, ну здесь фолловеров мало, но не суть. Тоже уже другой пример с NFT, это The Dog Pound, продан за 578 долларов, тоже как с обезьянами, похожие нечто. Ну и флор прайс сейчас почти 10 тысяч долларов, либо же 2,5 с эфира. На самом деле прикольный сайт, такой очень минималистичный. Жмем Connect Wallet, MetaMask в сети эфира. Ну подождать придется, там минут, секунд где-то 15-30, пока там это все тебе высчитает сайт, и потом покажет, где и что ты потерял. Сайт полезен, удобен тем, что мы же не всегда можем следить, успевать за всеми флор прайсами, всеми коллекциями, которые у нас есть. Это одно дело, но которые были. То есть мы что-то продали, и мы же там не смотрим уже цены. Ну, во-первых, отчасти из-за того, что как раз какие-то фомы не было. То есть, ну там, продал что-то, а потом увидел и, ну, понял, насколько попал в просаг. Вот чтобы такого не было, обычно, ну, многие не смотрят, наверное, как мне кажется. Хотя это тоже полезный опыт, чтобы, ну, на будущее понимать, что, ага, здесь в данной ситуации я там поступил неправильно, вывел отсюда какие-то результаты, уроки, и в следующий раз, чтобы такого не было, постараться, по крайней мере, не допустить. Поэтому все, заходите, проверяйте, сколько вы потеряли, но если в NFT что-то уже это покупали, вот, ну, надеюсь, у вас не будут такие суммы в 116 тысяч долларов с одной всего лишь NFT и общее значение в 4,5 миллион долларов. Ну, это часто может там быть у криптопанков, возможно. На это все, надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой твиттер. Заходи в мою новую коллекцию, ссылочка в описании. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok